ну а теперь поговорим о том как живут и гуляют в питере но очень коротко прежде о музеях все просто если вы приехали на три дня и заранее не позаботились об электронном билете то вы никуда не попадете потому что для того чтобы попасть зимний дворец то бишь в эрмитаж для того чтобы попасть главный штаб или для того чтобы попасть ну например в русский музей все нужно сделать заранее кстати главный штаб билетов чуть чуть побольше а русские музеи нужно планировать наверное еще дома только по электронному билету и только небольшими группами и когда я сегодня побывал главном штабе то получил удовольствие потому что людей просто нет это хорошо это музеях теперь о концертах не знаю где еще но по моему питер это первый город которым в общем-то официально пасть после пандемии разрешили концерты единственный театр марининский театр решил этим заниматься звезды белых ночей и мы сходили на замечательный концерт симфонического оркестра марининского театра под управлением валерия гергиева и так кайф правда такое ощущение что музыканты так соскучились я уж не даже не знаю чем больше денег хочется заработать или им хочется ну искусство свое дарить потому что каким бы ни был человек творческий он не только на денежки скажем так падок но ему еще хочется себя выразить почувствовать зал и вот тут тоже интересная история залом есть одна небольшая проблема ну все слышали уже о шахматной рассадки но сначала я почувствовал что мы пришли на выборы потому что при входе в концертный зал мариинки я собственно говоря мы с вами то есть мы посмотрели концерт мы столкнулись очень интересная история сначала вам вам дают бесплатную маску заходите зал не в зал вернее в предбанник после предбанника вас встречает как будто бы в больнице или в поликлинике во всем специальные люди проверяют вас температуру и пропускает вас дальше где уже охранники знают свое дело это мы с этим мы знакомы давно надо выложить из себя все и вам все время говорят наденьте маску наденьте маску наденьте маску кстати главном штабе тоже говорили но не все бабушки некоторые как-то забывали напомнить об этом что хорошо тем более что но человек 20 она насчитал вот из всего этого огромного музея колоссально возвращаясь концерту рассадили нас через одно кресло было замечательно очень хороший зал и все сидели в масках поразительно и этот концерт записывался я думаю что он войдет такой золотой антологию пандемийных концертов и не только этот концерт много всяких идет и балет и опера это все делает мариинский театр сейчас двадцатых числах июля ну а теперь о жилье и закончим уже жизнью хорошо жилье тоже все очень интересно питер как и многие другие города замечательно пользуются всем нам известными системами вот не первый раз я уже сталкиваюсь может быть это не с питером связано и не только я мои друзья которые бронируют квартиры r&b да знаете такую вроде бы тоже хорошая контора но вот проблема чек за за бронировал квартиру и казалось бы бери и живи сделан это в час ночи в час ночи в два часа ночи приходит сообщение о том что вы знаете друзья мои мы не можем вас заселить как же не можем заселить ну какие-то проблемы и вот тут появляется как мне кажется новая фишка она заключается в том вот представьте себе вы приехали в любой город не обязательно питер вы приехали подходите к отелю а он говорит мы не можем вас заселить почему спрашиваете вы вы понимаете у нас сегодня в 12 часов уехал постоялец к вид обнаружили супер отмазка двадцатого года ноу-хау и как бы хочешь верь хочешь не верь и даже если это не так то многие люди что называется боятся заехать в эту гостиницу и поэтому скорее всего кто-то ее попросил продлить как способ это сделать вот такой но-хау питерских наших замечательных гостиниц то есть некоторые в букинге обычно такого не происходит видимо это связано с определенными правилами сервисов но в итоге чем закончилась эта история что нам удалось таки забронировать эту квартиру вере не забронировать эту отказаться там был долгий разговор хозяйка говорит вы откажитесь а связаться с этими ребятами рнб очень было сложно вообще какая-то была сумасшедшая история я не скажу что мы тут прям все идеально знали как это делать но чтобы вы знали вас могут не поселить и наконец прожить замечательного питера дворцовая площадь но любой нормальный человек который приезжает питер рано или поздно дойдет доедет до ползет в любом состоянии до этой замечательной дворцовой площади питер как известно делится на несколько составляющих праздника день утро поразительно говорят что около 80 по моему дней в питере солнечная погода но мы застали почти целых пять и питерцы говорят что-то меняется природе что-то меняется ну понятно что днем по невскому ада на река туда другая река на обратку идет куча народу безумное количество тем более что мы помним с вами особо никуда не зайдешь не сядешь не поешь а только надо вынести куда-то идти очень много пытаются сделать всяких террасок и в отличие от террас традиционных они в питере всегда были те видимо рестораны и магазины которые террас не имели они их выставляют как можно дальше то есть вы как бы уже между столиками идете это же колоссальная находка но это питер утренний дневной вечерний все нормально иностранцев нет ребята остались только те кто не уехали их нет то есть и тут не такое ощущение что вся наша красота проявляется если вы придете сюда на дворцовую площадь где-нибудь хотя бы после часу ночи или пройдетесь по невскому добрый приятный дух 90-х годов вернется к вам масса молодых людей демократия поют здесь будет петь какой-нибудь естественно виктор цой группа ленинград все питерская весь рок-н-ролл все что можно вот там вот например дальше где знак осторожно коты стоит там по дрому жукова дискотеку танцевали то есть масса всяких таких участков каждый может найти для себя шансон только не слышал правда но если мы с вами выйдем вот сюда через вход главного штаба и пойдем дальше по невскому проспекту то через каждые там 100 200 метров будут петь музыканты такое ощущение что так как летом ну не удалось наверное многим поехать поработать где-нибудь в крыму музыкантом они приехали все сюда здесь и нальют и заплатят и покормят и вот эта огромная масса поющих демократических ребят я всецело на их стороне но понимаете писают они не отходя от кассы если вы пойдете с левой стороны эрмитажа пойдете мимо адмиралтейства вот туда к петру который как известно медный всадник то там даже женщины прям идя по вроде бы но ночным улочкам делают свои дела не отходя опять же от дороги я с таким давно не сталкивался но самое важное другое вы же знаете там стоят атланты и за атлантами есть такой небольшой выход уже на набережную и вот там я увидел впервые наверное в своей жизни как одновременно 5 или 7 мужчин разного возраста совершенно не стесняясь писали прям в канал вот такая она демократия резюме не писайте в канал пойте дома ну а если вы пришли демократически или приехали в демократический город то помните как я говорю своим студентам все-таки надо успеть найти хотя бы одну минутку подумать то ли я делаю сейчас что необходимо к чему я веду мне хочется быть на стукачем но на улицах невского проспекта в самом мусе сердце в два часа ночи в три часа ночи в четыре по моему каждый может купить в магазине продуктовым то что иногда нужно вот в эти молодые годы а с одной стороны здорово что нет вот этого столичного московского порядка когда даже мы немножечко стали гранитные такое ощущение что мы все становимся немножечко одним большим бордюром а вот поребрик пока еще не заточили и он продолжает жить своей жизнью поэтому с одной стороны это здорово вы наверное уже слышите а пойдемте сейчас посмотрим там уже поют с одной стороны такая демократия можно делать все что хочешь а с другой стороны как-то это немножко выглядит а может быть мы просто постарели поэтому если хотите демократического такого легкого молодежного драйва когда все вокруг друзья все друг с другом знакомятся ищут себе свое счастье в питере который можно не только пить которым можно жить радоваться жизни вот все таки старайтесь чтобы не попасть какую-то плохую историю вот сейчас покажем один только певец у нас потому что еще рано 10 часов вечера все дима вся демократическая молодежь пока готовится к вечернему выходу а потом здесь будет камню негде упасть вот такой он питер да 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 подальше от музыки отойдем ну ничего я понял уже мигает что-либо все давай нажимаем а ты вот это все не включал пошли работаем ну что ж это всего лишь но уйди за мной ну что ж это всего лишь несколько дней из жизни замечательного питера я старался не сгущать краски но есть такое ощущение что если вы хотите вырваться из каких-то стальных рукопожатий город герой москвы при приехав в питер вы конечно же получите удовольствие с другой стороны если вам хочется подписать в канал питерский то наверное лучше сюда не ехать с третьей стороны наверное мы все были когда-то молодые когда-то иногда хочется нарушать порядки наверное должно быть место должен быть город где это хочется сделать со всей душой город в котором романтики находят роман трезвенники находят литературные литературные кафе не очень трезвые люди сами знаете что могут найти в любое время дня и ночи и даже в пандемию когда вроде бы все закрыто могут сделать свое дело те кто хочет хорошо поесть или просто поесть могут найти любой вариант ну и наконец если вы хотите покататься на кораблике и почувствовать себя в битве двух флотилий или трех вы можете купить билет ну лучше не дороже 600 рублей можно опустить стоимость и пройдя через знаменитый эрмитажный туалет который всегда находится рядом с ним вы попадаете на кучу всяких причалов и отправляетесь разводить мосты если не разведут вас то у вас все получится и вы увидите как огромное количество корабликов отправляется на это замечательное действие мосты разводятся потом сводятся жизнь продолжается и питер тоже живет с вами был николай пивненко наш опыт надеюсь вам поможет